Как-то раз я захотел подремать на солнышке. Мне уже начались сниться какие-то сны. Сквозь сон я услышал. Интересно, что это было? Надо провести полное расследование. О, зайчик, может быть он сказал мяу? Ой, какой симпатюга. Это он мне мешал спать, наверное. Привет, зайчик. Это не ты, сказал мяу? Нет, что ты. А что ты здесь делаешь? Да так, травку себе жую. Ну вот, ты слышал? Опять. А ты не знаешь, кто это сказал так? Мяу. Да, я слышал, но я не знаю, кто это. Может быть это коза? Пойду. Не, расспрошу. Может быть это она сказала мяу? Привет, коза. Это не ты ли сказала мяу? А вот сейчас как забодаю тебя, будешь знать, как насмехаться над взрослыми тетеньками. Как ты у меня забодаешь? У тебя же рогов нету. А вот будешь хулиганить, так узнаешь. Тетя коза, а что ты умеешь делать? Молочко даю, вкусненькое. От тебя тоже молочком пахнет. Ну ладно, давай беги. А то тебя, наверное, уже мама потеряла. Ну вот опять. Ты слышала коза? Может быть это большой пес, который живет на цепи? Хотя не очень похоже, чтобы он мягкий. Ну, все-таки, надо всех проверить. Ни одну версию не надо отбросить. Извините, пожалуйста, это не вы сказали мяу. Извините, пожалуйста, это не вы сказали мяу. Ах ты нахальный щик, какое уважение к старшим. Какое подумать про уважаемого пса? Да я тебе сейчас хвост откушу. Ну-ка иди отсюда. Ну вот опять. Может это рыбки в аквариуме? Да, что-то они молчат. Может они вообще не умеют разговаривать? Жалко, что я не рыбка. Я бы с ними порезвился. Они такие красивые, блестящие и улыбки. Ой, опять. Может быть, это шиншуленок мяукнул? Пойду к нему домой. Привет, черныш. Что-то тебя давно не было видно. Что у тебя такой вид озабоченный? Чем был занят? Привет, шиншуленок. Да вот, я веду расследование. Кто меня разбудил? Кто сказал мяук? Это случайно не пили? Нет, не я. Как вы шиншуленок на своем языке разговариваете? Ну, скажи-ка. Хотя бы мама. Ну, вот опять кто-то мяукает. Ты слышал? Я думаю, что это кто-то симпатичный, пушистый, но очень шаловливый и опасный. Но лучше ты сам его найди. Где же ты? И где листы твои следы? Как тебя зовут никто? Не может мне подсказать. Шиншуленок сказал то, что это кто-то опасный. Хм, я знаю одних больших и опасных животных. Страшновато, конечно, но сыщик должен проверить все. Ой, какие же они огромные. Не похоже, чтобы они говорили мяу. Извините, пожалуйста, вы не знаете, кто сказал мяу? Нет, малыш, это не мы. А, может, это вы? Мы разговариваем. Вот так. Мяу! Ну вот, кто-то опять мяукнул. Все, я побежал. Заходи в гости, друга будешь. Мяу! Ну вот, опять. Ох, нелегкое дело вести расследование. Ох, ухтомился я. Отдохну-ка я немного, а потом опять начну искать. Ой, что я вижу. Какое странное пушистое существо. Оно очень симпатичное и веселое. За ним так прикольно наблюдать. Это, наверное, точно оно. Интересно. Оно правда опасное? Ну да, наверняка. Да, вон какие здоровые когти об дерево точат. Буду лежать тихонько. А то мало ли что, пусть она сама ко мне первая подойдет. Такой миленький. Надо с ним подружиться. Здорово, щенок. Здорово. А ты кто? Я котик. Коты и кошки издавна враги. А почему? Не знаю, но так говорят. Ой, какой у тебя котик прикольный. Очень на мышку похож. Можно поиграть? Я думаю, что это все неправда. Мы же не сделали друг друга ничего плохого. Давай подружимся. А давай. А еще у меня вопрос. Это не... Ты не сказал мяу. Да, это я. Мяу. Мяу. Так у меня появился мой пушистый друг котик. И мы с ним лучшие друзья. Если понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать свое мнение. Пока! Мяу. 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 Мяу.